С Верой в спорт С Евгением Алексеевич 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 даже что это были за соревнования, как долго они проходили, когда они завершились, и насколько это было значимо именно для спорта в России? Это несколько турниров, но один из них самый яркий турнир, который проводился в августе месяца, каждого года, много лет подряд, газеты «Комсомольское племя». Редакторы и организаторы их соревнований очень любили футбол. Естественно, они проводили этот турнир. Какие это годы были? Ну, это годы были, конец 60-х и до где-то 80-х годов. Затем, когда газеты «Комсомольское племя» не стало, турнир, естественно, и стал проводиться. Этот турнир очень яркий, и в августе дети приезжали из отпуска с родителями, и все приходили на эти турниры и играли. И что мне этот турнир запоминается, потому что я сам был много раз главным судьей этих соревнований, и из этих ребят мы отбирали лучших из лучших в команду «Динамо». Потому что у нас отбор был очень серьезный, и мы были одни из ведущих в России команд юношей, поэтому нам нужны были хорошие футболисты, подготовленные. Также мы, тренеры и футболисты, судили эти соревнования. Из этих ребят, которые в этом турнире юные бомбардеры участвовали, можно назвать житель поселка Спичка, мастер спорта международного класса по хоккею в шайбе Вячеслав Лавров, который активно участвовал в этих соревнованиях, получал призы, и был капитаном команды «Буревестник», по-моему, так называлась команда. То есть этот турнир давал путевку многим игрокам не только в футбол, но и в другие виды спорта. Но и кожаный мяч, надо отметить, проводился тоже отдельно. Это проводился обком комсомола. Соревнования были очень значимы, относились дети к ним очень серьезно, играли. И, как Николай Леонидович сказал, тогда все было на государственном диспечении. Потому что кормили, форма, все, призы и интересы у ребят. То есть это даже как воспитательный фактор влиял на дальнейшую жизнь ребятишек. Ну, конечно, здесь мотивирующий такой фактор. И в то время не было таких у нас явлений, как вот сейчас обсуждаемая тема, с Кокориным и Мамаевым. Об этом мы еще, я думаю, отдельно поговорим в конце программы. Да. Итак, кожаный мяч, третье место по России, заняли ребята 2003 года рождения. Как удалось, Николай Леонидович, вопрос к вам опять-таки, как удалось воспитать именно такую вот боевую братью, которые способны отстаивать честь Кировской области среди 70, получается, да, с лишним команд? Я считаю, что прежде всего за счет трудолюбия, желания ребят, мы очень серьезно готовились к этим соревнованиям. Мы даже специально заявились в первенстве области среди 2001-2002 года рождения, чтобы подготовиться посерьезнее к этим соревнованиям. Поэтому я считаю, что вот это все вместе помножено, мы достаточно хорошо подготовились, и в итоге получился такой результат. Я-то понимаю, что вы сразу ставили перед собой цель, как минимум призовое место. Ну, я бы так не сказал, нет. Я бы сказал, программа минимум была выйти из группы, а там уже, как говорится, аппетит приходит во время МИДы. Ну, это как у нас в чемпионате мира в этом году было, на подобной ситуации. На самом деле, вот пример, пока мы говорим о положительных примерах, примеры нашей сборной, как они играли, влияют на ребят? Конечно, конечно. Они всегда просматривают все игры, и вот это положительные эмоции, которые остались от чемпионата мира, все равно это на них и смотрят, и учатся. И вот даже награждение был Сергей Игнашевич, сфотографировались. Это легенда нашего российского и советского футбола. Это на всю память у них осталось. И мы даже нас сводили на игру, на Волгоград-арену. Команда ФНЛ «Роктор» играла с «Факелом Воронеж». Прекрасный стадион на 45 тысяч. На команду ФНЛ пришло 30 тысяч. Ну, там это вообще как в театре сидишь, смотришь. Ну, замечательно, конечно. И я бы отметил, что и открытие приходило на Мамамом Кургане. Это тоже, я считаю, что очень для детей это остается на все время. Очень символичный эпизод, который с ними потом останется. Давайте вернемся еще к подготовке. Ребят, как вообще сейчас происходят тренировки? Насколько они отличаются? Отличаются ли от той школы, которую вы проходили раньше? Ну, я бы сказал, что вот раньше-то у нас больше было дворового футбола. Мы вышли во дворе в основном, мы играли, учились. Сейчас немножко, вроде бы и условия есть в каждом дворе, вроде площадки, но вот меньше стало. А все-таки есть, да? Потому что все больше, больше узлов, что под парковки это все уходит. Но дворового футбола не стало. Вот то, что мы раньше росли, с утра до вечера мы этот мяч гоняли с любым возрастом, улица на улицу, двор на двор. Сейчас вот такого, как говорится, нет. И мы, когда приходили уже в секцию футбола, вот к Евгению Алексеевичу у меня, когда приходил, записывался, то немножко... Уже разогретые, да? Уже заряженные. Да, уже немножко уже были как подготовленные, можем так сказать. А как вы оцениваете, почему не стало дворового футбола, Владимир Иванович? Как вы считаете? Куда делся тут азарт, та энергия у ребят? Почему не играют ребята сейчас во двора в футбол? Ну, у детей сейчас большой выбор заниматься видами спорта. В футбол в нашем городе нет профессиональной команды, теряет популярность у детей, это как следствие. Должны быть примеры у детей, которые не в телевизоре, которые рядом, можно прийти, увидеть, пообщаться с ними, вернуться на двор и взять этот мяч и гонять его. Воображать себя знаменитыми футболистами местными, а не только теми, которых они могут видеть в телевизоре. Есть популярность футбола, есть тяга детей к нему. Я думаю, что это очень взаимосвязано. Пример футболистов рядом. Что вы имеете? То есть какие-то вот местные наши кировские звезды, да, футбольные? Или кого вы имеете в виду? Или, допустим, взрослое поколение? Да, эти же родители, когда они вместе со своими детьми выходят, поиграть в футбол и гоняют отцы с сыновьями мяч совместно. Ну вот хорошая идея сделать такой турнир отцы и дети в нашем городе, чтобы дети играли вместе со своими родителями. Конечно, пример родительский и пример звезд футбольных, которые рядом, это вдохновляет. Я сам пришел в футбол, меня отец привел на стадион «Динамо». Я видел, как играют при огромном стечении футбол. Это меня заразило на всю жизнь. То есть именно детские впечатления от просмотра игры. Безусловно, что есть впечатления не телевизорами, а живые впечатления, эмоции. Игорь Алексеевич, хотели добавить что-то? Да, хотел добавить, что все-таки футбол это ходит больше не только на игру посмотреть, как команда играет, но даже индивидуально кто играет интересно. Вот почему мы отразили с Владимиром Ивановичем в нашем фотоальбоме наших любимых игроков, которых до сих пор болельщики помнят. И у них были прозвища не такие, как сказать, криминальные или что. Вот там Шули, Ёрш, Кузя, вот такие. Руганья не было. Но без них все-таки без прозвища никуда. И вот до сих пор я даже встречаю иногда случайные люди, которые закончили институт, политехнический институт, педоинститут. И говорят, вот я занимался у такого-то известного футболиста Виктора Кузьмина. Я говорю, очень хорошо. Я говорю, как Виктор Иванович проводил занятия в университете. Очень хорошо. Относился к нам серьезно. Все, хвалил нас. Ну и ругал тоже. То есть люди уже им за 50 лет, 60, они помнят вот таких преподавателей, которые играли в футбол. То есть люди ходили на индивидуальных сильных игроков. В данный момент сейчас, конечно, у нас это все организовано. Площадок нет, футбольных полей нет, пустырей нет уже почти в городе. Мы сейчас только что говорили, что вроде площадки в каждом дворе. Ну почти в каждом дворе. Ну там больше на этих площадках играют дяди по субботам и воскресеньям. На этих площадках, если пройтись, а детей не увидишь, потому что они то на учебе, то с площадками сидят, то уроки делают. Может быть, уроки делают. Да может урок, да. Так что индивидуальные сильные игроки у нас, конечно, вот мне очень радостно, что вот у нас детская спортивная школа номер 5 была всегда лидером. Мы удачно выступали в различных соревнованиях, а вот сейчас в течение уже трех лет они даже не могут занять первое место в первенстве области среди юношей, в которой есть показатель работы школы. Вот. Это очень плохо. Но с другой стороны, есть у нас воспитанники, которые стали мастерами спорта. Вот Андрей Малых играет за Оренбург, Михаил Багаев играет, капитан команды Курска-Авангард, Пугин Алексей играет за Балтику. То есть у нас очень сильные игроки, они считаются и любят их за своеобразные. То есть вятский характер они показывают в своих играх. Вот что тоже нас радует. Да, да, вятский характер, хорошее сочетание. Что вы в него включаете? Это, может быть, каждый еще выскажет. Ну, мы же провинция, естественно, обделены вниманием роскошной жизни футболистов. Только узнаем вот из интернета, из телевидения. Из телевидения, интернета, табло-иды. Вот. И дети сейчас, конечно, они смотрят, учатся, как вести себя. Ну, и тренеры у нас, конечно, очень неплохие тренеры у нас детские и юношеские. Вот один из них Николай Леонидович, который душу вкладывает. Это ведь результат его работы. И не случайен. И дети его любят, и родители уважают. И отсюда и результат такой. Это очень хороший результат. Это замечательный результат. Супер результат, потому что третье место в России среди детских команд занять. Вот. Дай Бог, чтобы эти ребята где-то в 17-18 лет проявили себя в хорошей профессиональной команде. Вот. К этому и хочется сейчас прийти. Да, и об этом я бы хотела еще дальше поговорить. Говорить будет много, но результата из нашего разговора не будет, потому что этим должны заниматься кто отвечает за спорт в нашей регионе. В связи с этим следующий вопрос. Все-таки, как я вижу в этих программах, как я вижу повсеместно, сейчас все-таки все больше и больше бизнес входит в спорт. Да, именно с точки зрения поддержки команд. Как-то помочь, закупить какое-то необходимое оборудование, помочь выехать элементарной команде на какие-то соревнования. Сейчас все больше и больше в этом участвует какой-то частный бизнес. Насколько это движение жизнеспособно? Насколько оно логично? Да, и что надо делать в дальнейшем? То есть это все-таки, что спорт будет целиком и полностью во власти бизнеса? Либо все-таки структуры, которые должны отвечать за это? Ну вот я немного знаю, так изучал, исследовал тему футбола, значит, до революции, после революции, до войны, после войны. На примере нашего вятского футбола. Отношение всегда к футболу было со стороны руководства нашего Нижегородского края, вятской губернии, Кировской области. Всегда положительно. Вот удивительно. В годы войны у нас была команда «Динамо», были команды на заводах наших военных. Они играли в годы войны. Тяжело было, играли. Да, вот у нас команда «Динамо» в 43-м выезжала в Сталинград, участвовала в соревнованиях. А сейчас у нас время, прекрасное время, и мы не можем плохенькую команду создать. Она была уже плохенькая команда. Так вот в том ты делаешь, когда была плохенькую таможенную. Когда-то у нас сильные игроки были, очень сильные. Из этой команды выросли известные люди, директора заводов, преподаватели, ученые. Много примеров можно привести. То есть вот сейчас просто непонятно. Хотя и все понятно. Надо любить футбол. Ну, это прям красная нить идет сквозь все наши программы «Надо любить спорт». Николай Лидович, что дальше с ребятами будет? Куда они дальше пойдут? Чего они будут дальше добиваться? Ну вот сейчас у меня уже несколько человек уезжает. Ребята один вот приехал с Москвы на просмотр ездил. Сейчас в Ижевск уезжают. А, то есть все уже забрали? Нет, они только на просмотр едут. Кирилл Агущин вот уезжает. Он на просмотр, кстати, его признали лучшим полузащитником России. Жалко, что команды мастеров нет. Вот стремление у нас раньше было, команда мастеров, мы стремились к чему-то, чтобы туда попасть. Для нас ромбик на груди – это непростой звук был. Честь города, области, тем более «Динамо», я там вырос в пеленок и играл. Для меня это было очень почетно. И это сейчас, где больше предложат, переходит из одной в другую. Раньше мы такое, как говорится, честь флага города. Вопрос-то ведь не только в деньгах. Вопрос в уровне, который дают другие команды. Да, если у нас нет, не сформирована профессиональная команда, так к чему тогда стремиться с ребятами здесь? Сейчас нужно просто уезжать в другие регионы, в академии, в интернаты. И только так. Здесь, в принципе, до юношей, до роз. Дальше-то уже роста нет. У нас единственная третья лига есть, факел. Все. Перенество в области города. Но это, я считаю, уже не тот уровень, если учесть, что перенество в области играет всем команд сегодня. Неделю назад у нас с баскетболистами, с клубом «Спарта» состоялся примерно похожий разговор. То есть тоже ребята прекрасно играют, ребята выходят на Европу. И вопрос, что возраст подходит, дальше-то как? А дальше куда? И, конечно же, хочется, чтобы такие молодые дарования оставались в Кирове и развивали именно спорт в Кирове. Возможно этого добиться? Пока команды мастеров не будет, у нас ребята будут уезжать. Будут уезжать в интернаты, в академии. Им надо расти. А у нас до юношей дошел, доросли. И дальше-то уже выхода, как говорится, некуда. Дальше уже некуда? Все уже. Как сделать команду мастеров? И кто должен ее сделать? Ну, это уже тут много факторов влияет. И финансирование, и тут все взаимосвязано. Финансирование областное? Ну, в одной области тут не потянуть. И жалко, у нас нет крупных этих предприятий, спонсоров. Ну, как-то нет. У нас очень много крупных предприятий. Ну, крупные есть, но надо же вкладывать деньги. Но спонсоров нет. Вот в том-то и дело, это упирается все у нас. То есть раньше, когда у нас была хорошая основательная команда профессиональная, это все было с помощью господдержки? У нас был Центральный совет «Динамо», в котором денежки с Москвы спускались. Я в свое время, когда играл, там было все централизовано, как говорится. То есть виноват ты все-таки кто в том, что сейчас денег нет? Жизнь виновата. Жизнь виновата. Вы знаете, говорить жизнь, значит, не виноват никто. Она так же не бывает. Вот поэтому так и жизнь виновата. К этому пришли. Вот почему в этой книге, фотоальбоме они играли за «Динамо», где прослеживается история развития нашего футбола. Вот я отметил, в первую очередь, руководителей областного спорткомитета, которые вложили душу в футбол, не только во все виды, но и внимание большое «Динамо» уделяли, «Динамо» с командой, потому что это был показатель. Затем у нас появляется команда «Родина», на «Родину» внимание. Сейчас она, конечно, естественно, одна из самых брендов нашей области, и есть команда «Родина». Был футбол «Олимпия» – прекрасная команда была. Тоже распалась команда. То есть жизнь показала, что дальше развитие этих видов популярных не предвидится радужные такие перспективы, к сожалению. То, о чем вы говорите, о том, что вот кого вы выделили в альбоме, мне, кстати, спасибо, Илья Алексеевич, упоминает все о альбоме, да скажу, что перед программой общество ветеранов футбола подарило мне замечательный такой альбом, они играли за «Динамо». Обязательно прочту, и тоже мы сделаем отдельную программу по истории футбола в городе Кирове. То, о чем вы говорите, насколько я понимаю, это в Союзе было повсеместно. То есть многие регионы, многие области и края так развивались, именно таким путем. Ну да, папа заходил, все уже выполняют его указания. То есть руководитель захотел, и все играли. Сейчас же у нас такого нет, у нас все, у нас главное-главное, сосульки, дороги. Это по всей стране вот так. Да, по всей стране, по всей стране, не только в Кирове. Во всей стране сосульки, дороги, что еще у нас, асфальт. О детях, о воспитании, по сути дела, мы практически забыли. Но я так понимаю, что если есть какое-то изменение, должен быть какой-то выход. Понятно, что система сейчас меняется. В какую сторону она меняется, и как-то ведь ее, как реку, да, нужно русло ведь ей создавать. Вот в какую сторону спорта теперь течь, футбола в частности? Ну, хорошие слова всегда говорятся. Ну, слово ведь, как есть слово, надо было дело. Ну, слово это не дело, да. Слово есть, дело нет. А хорошие слова, конечно, все это говорится, выполняется. Ну, вот, например, внимание все-таки высших спортивных руководителей, вот Колобков Павел, да, он все-таки в своем загруженном распорядке дня приехал, поблагодарил ребят. Это очень здорово для ребят. Игнашевич, тренер сборной страны, и ЦСКА приехал тоже. То есть, значимость турнира очень высокая. Ну, извините, это их работа. Так что мы довольны. Ну, это работа, они могут и не приехать. Ну, тогда зачем они на этих местах сидят? Они понимают, что это залог будущего в этих соревнованиях. В том числе. То есть, они все-таки какие-то надежды на это все вкладывают. Они пока еще не знают, что с этими богатствами. Да, приезжают лучшие из лучших воспитанников всех краев и областей. И они, естественно, приезжают, чтобы поддержать их. И не только приезжают, но и хорошо их приветствуют и награждают. Вот Николай Леонидович сказал ведь. Посмотрите, какие хорошие подарки были сделаны. То есть, для ребят это самое важное, чтобы к ним было внимание, и они видели свои перспективы. Так, может быть, на самом деле выход, если уж государство пока только личным присутствием готово стимулировать и мотивировать ребят. Может быть, на самом деле речь стоит вести сейчас о бизнесе, поддержке. Любительская футбольная лига, с которой вы прекрасно взаимодействуете. Да, вот то, что футбол еще сейчас держится у нас детские и юношеские, это что руководители детской любительской лиги, они проводят соревнования среди детей, подростков, взрослых, взрослой населения. Еще у нас проводится еще соревнования футбольная лига спорта. Вот, там тоже очень много команд. То есть, массовый спорт у нас не на плохом счете. И, то есть, могут в субботу, воскресенье все взросла поиграть в футбол с удовольствием. И поиграть, и посмотреть могут. Посмотреть, и посмотреть, и народ приходит. Вот это хорошо. Но это уже, как говорится, ну, не самодеятельность, а то, что это личное влечение человека к этому виду спорта, как к футболу. Ну, а, конечно, этот глобальный вопрос участия в профессиональном футболе, это, конечно, очень серьезно. Конечно, не дело занимать последние места. И только, да, я всегда и говорю, Киров, это тоже, с одной стороны, хорошо. На последнем месте, там, три года подряд идем, уже весь, вся Россия знает, что вот, Киров есть, Динамо, Киров на последнем месте. Тоже хорошо, реклама. Ну, да, Любовь, но они, в принципе, бонус какой-то. Да, ну, давайте вернемся, вот у нас последняя минута осталась, о примерах хотели поговорить, о современности, которые существуют. Интересные реакции ребят, да, на эти новости, которые мы сейчас получаем из столицы, да, о действиях некоторого характера, да, наших известных прославленных футболистов, наших героев, икон футбола. Да, как ребята относятся к этому молодому поколению? Николай Милович? Ну, я считаю, что, конечно, это не красит их поведение. Все-таки всегда должна быть голова на плечах немножко, тем более публичные люди на них смотрят, и так себя не вести не имеют права. Я думаю, что следственные органы разберутся и примут соответствующее решение, но все-таки это наука на будущее, не только им, это, я думаю, всему российскому футболу. После чемпионата мира вроде бы только лицом повернулись к футболу. К людям, к футболу. Ну, и такой, опять, удар, я считаю, все равно немножко нужно вести себя, как это помягче сказать, чтобы думали головой. Вы считаете, это сильный удар для имиджа российского футбола? Конечно, сильный, конечно. Конечно. Только вроде бы попали в восьмерку сильнейший команд мира, и после этого люди так его творят. Ну, не знаю. Это каким-то образом скажется на мотивации ребят заниматься спортом, футболом профессионально? Я думаю, что это сказывается, что всегда нужно думать головой, что ты делаешь и что ты творишь. И своим примером показать, что, возможно, иные варианты разницы. Дети, они же смотрят все это, читают интернет и везде телевизор, и сейчас такое происходит. Но я еще раз говорю, это не красит их. Ну, в ближайшем будущем нашему авиатскому футболу это не грозит. Ну, с одной стороны, это хорошо, конечно. Это хорошо. Да, у нас такое здесь не учинить. Да, ну, на этом, на этой положительной ноте мы вынуждены закончить нашу программу. Сегодня мы говорили о вариантах развития, о достижениях уже на данный момент. Будем надеяться, что о больших и больших достижениях. Правда, Николай Леонидович, нашего молодежного футбола. Желаем ребятам всяческих побед, удач. Да, приводите в следующий раз их, да, звезд наших, молодых. Надеемся, что они все-таки пока останутся в Кирове. И в Кирове будет необходима инфраструктура, чтобы ребят в дальнейшем развивать. Создавать все-таки нашу мечту профессиональную, на самом деле стабильную, развивающуюся команду профессиональных футболистов. Да, это была программа «Сфера в спорт». В гостях у меня сегодня был Евгений Алексеевич Душкин, Кратаев Николай Леонидович и Владимир Иванович Головенкин. Спасибо большое, господа, что пришли. Это ветераны кировского футбола. Звезды кировского футбола как раз те самые люди, на которых мы, юные футболисты, мы будем равняться в ближайшем будущем. Да, ну, пусть растут новые звезды. Правда? Спасибо. Спасибо вам. Приходите еще. До свидания. До свидания. До свидания. С верой в спорт.